Вы знаете, на самом деле, мне кажется, это зависит от человека. Есть люди, я знаю миллионеров, которые очень добрые, позитивные, которые не кичатся своим заработком, хотя не многие заработали свои деньги сами, через труд, через школу, то, что они учились, через школу жизни я имею в виду. И знаю людей, которые зарабатывают первый миллион рублей и становятся вообще сумасшедшими. То есть им кажется, что они теперь уже выше по уровню, чем другие люди, которые за них зарабатывают этот миллион. Это на самом деле проблема с эго. С эго надо работать, не важно, сколько у тебя денег, миллионы долларов или 10 тысяч рублей на счету. Эго надо уметь приструнить, понимаете, и тогда в жизни ты будешь счастливым. И относиться ко всем с уважением, не важно, кто сколько зарабатывает. Все, конечно, здорово, но я работаю на русском радио, а не на авторадио. Вот еду в машине и слушаю русское радио. Катя Коваря и Аллочка Довлатова рассказывает интересные вещи про метеорит. Все включайте русское радио. Против. Главное, не утоните в своих слюнях, которые стихают, когда вы смотрите на мои фото. Это главное. Дорогой вы мой человек. Не, слава богу, есть кому этим заниматься. Мои дорогие, физкульт-привет всем. Фух, выздоровела. Надо немножечко подготовиться к концертам на следующей неделе. Все-таки 23 февраля. Вот у меня концерт. Кстати, многие спрашивали, как я буду отмечать 23 февраля. На концерте. Ура. Я вообще счастлива, что многие девочки ответили, что хотят все-таки женский клуб. Давайте поговорим с вами, какие темы вы хотели бы обсуждать в женском клубе. Тема абьюза, психология, спорт, красота. Не знаю, как привлечь внимание мужчины. Как стать успешной самой, реализоваться. Я в этом спец. Каких бы специалистов вы хотели, чтобы я привлекала в женский клуб. Пишите мне, мои роднольки, здесь. Все вечером обсудим. Ну что, она занималась, намылась в ванной. Сегодня иду поздравлять Иришку Дубцову, мою подружку. Сейчас у меня легкий обед-завтрак. Это вот, значит, смотрите, котлетка рыбная и кабачковая котлетка. Вот, и что? И побежала на работу, еще сегодня куча делала. Еще на русское радио надо ехать и поработать. Потом на студию, потом еще успеет Криша. В общем, такая я сегодня пчела мая. А, забыла, кстати, столько запросов на клуб. Я вам сейчас пришлю видео. Девочки, нам нужен клуб. Я поняла. Я начинаю его делать. И вам расскажу, что в нем будет чуть позже. Ну что ж, сегодня немножко сумасшедший день. Я все успеваю. Сбегаю на русское радио. А тут уже скоро Алка придет до Влатова. На дне рождения? Еду туда, еду. Но еще на студию до этого надо успеть. Понимаете, да? На дне рождения у Дубцовой, но еще надо успеть на студию. Сегодня сумасшедший день. Но я все успеваю, потому что я знаю как. Так, 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 сейчас придется здесь. Желтая. Опять желтая, Вина. Ты в крыше, или нет? Нет, через другой желтая. Давай, давай. Вы когда-нибудь отзывались плохо о песне исполнителем, которая на самом деле вам тайно нравится? Я честно скажу, никогда. Вот никогда. Если мне нравится песня или исполнитель, ну как, если мне нравится человек, а могу о нем плохо вообще в принципе отзываться? А наоборот. Отзывалось ли хорошо о том, что мне нравится? Ну вот да, бывало. Приходится, да? Приходится иногда в нашей профессии, ну как тебе моя песня? Я говорю, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Думаю сама, ну я бы так и не пела, честно. Но ты допускаешь, что и тебе тоже часто говорят. Конечно, допускаю сто процентов, сто процентов. Такова доля. Поэтому говорю, доверяю только самым близким людям, с которых много лет знаю. Финальная. Голубая. Вы и правда верите, что ваша карьера успешна? Да, я и правда в это верю. Знаю, у тебя ведь несколько карьер на самом деле. Или все это можно включать... Спорт является шоу-бизнесом, если мы про фигурное катание говорим? Нет, конечно, спорт шоу-бизнесом точно не является. Все-таки спорт – это спорт, но вот эти вот ледниковые шоу, в пяти из которых я приняла участие, это, конечно, часть шоу-бизнеса. Успешно прошла. Всегда была в финале, в общем-то, на виду, и мне кажется, успешно. В плане ведения, пять лет я вела на одном из наших каналов кулинарную программу, тоже она была очень рейтинговая, и все было хорошо. В плане пения, пела в прекрасной группе пять лет, и сейчас я считаю, что у меня есть некий прорыв в сольной карьере. Поэтому, да, я считаю, что у меня успешная карьера, и я думаю, что она еще вся впереди. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».